МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир РБК продолжает новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Шератон Плаза в студии Светланы Лосева. Здравствуйте. Федеральные власти активизировали работу по созданию особой экономической зоны Агидель портового типа после поручения президента. Об этом заявил Андрей Назаров на заседании правительства республики. Напомню о планах по созданию новой ОС в Башкортостане. Глава региона Ради Хабиров доложил Владимиру Путину. Это произошло в ходе визита президента в Уфу на прощание с Муртазой Рахимовым. Город Агидель находится на берегу Белой, в судоходной ее части, после чего река впадает в Каму, далее в Волгу с выходом в Каспийское море. По словам Ради Хабирова, это позволяет развивать торговую логистику и выходить на рынки Ближнего Востока, включая Иран. Тогда президент страны поддержал предложение региональных властей. Министерство экономического развития Российской Федерации до 30 января попросило проинформировать о обождаемых сроках подачи заявки на создание портово-экономической зоны Агидель. Как вы знаете, одно из писем посвящалось этому вопросу и обсуждалось. В общем-то мы готовили проект, понимали, что у нас там не все еще сделано. Но, тем не менее, предварительное одобрение, раз получен, надо быстро завершить подготовку всех документов. В 2019 году в Башкортостане была создана особая экономическая зона Алга. Она расположилась на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов. Половина зоны уже отдана под строительство производств инвесторов. Ранее рассматривался вопрос о включении в зону Алга порта Агидель. Но позже было принято решение о возможности создания отдельной ОС. Благодаря реализации инфраструктурных проектов, башкирский бюджет может получить более 60 миллиардов рублей долгосрочных поступлений. Об этом заявил премьер-министр Андрей Назаров в ходе оперативного совещания с главами муниципалитетов. Руководитель правительства напомнил, что в прошлом году в регионе начали реализацию ресурсоемких масштабных проектов. Среди них жилая застройка Южные ворота в Уфе, комплексное развитие территории Нефтекамска, вторая очередь инфраструктуры для микрорайона Забелье и так далее. Все это позволит привлечь почти 650 миллиардов рублей инвестиций, построить 8 миллионов квадратных метров жилья и создать 8 тысяч рабочих мест. Поставлена задача в 2023 году в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов освоить порядка 7 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард при строительстве коммунальных и соцобъектов и более 5,5 миллиардов при реализации дорожно-транспортных проектов. На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Башкортостане в ближайшие пять лет направят 6 миллиардов рублей. Большую часть суммы, 70%, выделит федеральный центр. Об этом на заседании правительства сообщил Андрей Назаров. Деньги позволят обновить 315 километров водоснабжения, а также 200 километров сетей водоотведения и теплоснабжения. В частности, ближайшие два года в республике планируют провести капремонт трубопроводов на 90 участках. Коммунальные услуги – это наиболее чувствительное для наших граждан направление. И любое ЧП, которое там происходит, сразу вызывает и массу обоснованного негативного мнения о работе служб соответствующих. Из 8 тысяч километров тепловых сетей в республике почти четверть отработали нормативный срок эксплуатации, либо нуждаются в замене. По канализации водопроводным сетям в замене нуждаются 40%. Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры согласована со всеми ведомствами, прошла защиту в федеральном Минстрое и одобрена на президиуме правительства страны. Контролировать сроки реализации проектов поручено Министерству жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. Региональная программа больше, чем в 2021 году. Таким образом, дефицит вырос до 15 миллиардов рублей. В этом году, по прогнозам регионального Минфина, он увеличится до 18%, а в 2025 снизится до 3 миллиардов. Для принятия дефицитов нужно иметь источники для его покрытия. Источниками могут являться остатки собственных средств свободных, привлечения заимствований, как размещение в виде гособлигаций, или привлечения банковских кредитов, также является источником поступления от приватизации. При ограниченности данных источников ограничиваются возможности по принятию дефицита. Что касается консолидированного бюджета, в 2022 году его дефицит составил 14 миллиардов рублей. Доходы увеличились на 13% до 330 миллиардов, расходы на 15% до 344 миллиардов рублей. В Башкортостане в прошлом году возбудили 168 административных дел в отношении коллекторов за нарушения при возврате просроченной задолженности. Это на 40% больше, чем в 2021. По ним назначили штрафы на 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по республике. Доля нарушений, которые допустили микрофинансовые организации, составила 85%. В 11% в случаях нарушения допустили банки. И 3% – это доля коллекторских агентств. Работу последних контролирует созданный в 2017 году профильный отдел. В прошлом году специалистам поступило более тысячи жалоб от граждан. Это на 30% больше, чем в 2021. Отмечу, что число нарушений при возврате долгов ежегодно растет, если в 2020 зафиксировали 80 случаев, то в 2021 уже 118. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.